Рис, макароны и муку отправляют большими партиями в Арысь с юга и севера страны. Фуру загружают и то, что принесли в пункты сбора горожанин, продукты питания, воду, одежду и гигиенические принадлежности. О том, где расположены точки приема гуманитарной помощи, люди узнают из социальных сетей и объявлений в местных СМИ. Наш сюжет о тех, кто не остался в стороне. Приносить пакеты в пункты приема гуманитарной помощи жители СМИ начали задолго до того, как отправились на работу. Вещи и продукты питания первой необходимости собирают на базе городского филиала партии Нур-Отан. Мы сделали рассылку во все соцсети нашего города, семейского региона, о том, что объявляется такая акция. С нами связываются, многие спрашивают, куда приносить вещи, какие вещи. Наш город СМИ, наш Восточный Казахстан всегда отличается тем, что всегда идут на помощь первыми. Большинство кустанайских предпринимателей, пострадавшим в Арысе, помогают материально. Самый крупный перевод от представителя бизнеса превысил 1 миллион тенге. Поддержали акцию и перерабатывающие предприятия. К отправке готовятся многотонные фуры с мукой и макаронами. А в пунктах сбора горожане продолжают оставлять сумки. Я тоже решил вынести свой вклад. Мы не можем остаться в стороне. Эта трудная ситуация сегодня объединила всю нашу страну. Нельзя оставлять людей с их бедой один на один. Пусть даже это будут вещи или пакет макарон, они будут знать, что мы с ними. Из Приоралия в Туркестанскую область тоже отправились автоколонны с помощью. В них 15 тонн риса, 10 тонн муки, 5 тонн гречихи и около 2 тонн молока. Свой однодневный заработок перечислили свыше 2000 госслужащих. Это помощь, собранная только за одну ночь. Сейчас к отправке готовим 5-6 камазов со строительными материалами и другими необходимыми товарами. Повсеместно открыты пункты приема средств, куда люди приносят одежду, продукты питания и другие вещи. Руку помощи пострадавшим в Арысе готовы протянуть всех злординцы, в том числе и мы, молодежь региона. Беда не предупреждает о своем приходе, она может случиться с каждым. Поэтому важно в этот момент поддержать наших соотечественников. Помощь получили и 1200 человек из пяти задержавшихся в пути составов. Люди обеспечены водой и бесплатным горячим питанием. Из-за изменившегося маршрута поездов пассажиров до мест назначений будут отправлять на автобусах. Наталья Строкова, Хабар 24.